МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия учитель – самая ответственная и почётная на земле. Она существует вне времени, моды и географии. Согласно словарю Ожегова, учитель – это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. Юлию Хмелевскую, преподавателя начальных классов 4-й городской школы, можно назвать учителем по призванию. Открытая и доброжелательная, она легко находит отклик в душах юных школьников. Хотя и признаётся, что о данной профессии вначале даже не думала. Учителем-то я быть совершенно не мечтала. Мечтала с цветами ходить, потому что очень люблю заниматься цветами. А вот про учительскую профессию я даже не думала, до последнего не думала. Педагогика в переводе с греческого означает «детовождение», то есть воспитание детей, подготовка их к жизни в обществе. Начало развития педагогики относится к древним векам. Так, на заре человеческой цивилизации родовая община поручала воспитание подрастающего поколения пожилым, наиболее опытным членам общины. Наряду с приобщением детей к трудовой деятельности их знакомили с зачатками военного и нравственного воспитания, с правилами религиозного культа обучали простейшему письмо. Юлию Хмелевскую к выбору профессии постепенно готовили дома. И главное влияние было со стороны матери, которая сама была педагог в детском саду. Она видела, как я общаюсь с младшими, с племянниками, в детском саду с детьми. Это мама. Первые подобия школ стали появляться, когда на смену первобытно-общинному пришел рабовладельческий строй. Новый социальный институт, школа, стал активно развиваться во всех древних государствах Ближнего и Дальнего Востока. Педагогические традиции, положившие начало развитию педагогики как науки, появились в Древней Греции, в пятом-четвертом веках до нашей эры. Меня в школу не брали, потому что мне было всего шесть лет. Мне только в сентябре исполнялось семь. В то время на школу не брали, а я тогда жила, жили мы в деревне Макарова. Все мои друзья пошли в школу. Ну и 30 августа мне купили портфель. Вот только накануне я узнала, что я иду в школу, потому что я очень плакала. Я помню, что шла в какой форме, даже на фотографии все эти у нас, знаю, что были, у родителей все сохранились. Помню, вот эти банты, мама вели меня с папой. Первый погожий сентябрьский денюк, робко вводил я подсветные своды. Первые учебники, первый звонок, так начинаются школьные годы. В средневековой Европе школы античного типа полностью исчезли, повсеместно царили неграмотность и невежество. Существующее положение пыталась исправить католическая церковь. К концу 15 века положение существенно меняется. Уже появились первые университеты. Основными методами обучения были лекции и диспуты. Чем больше узнаешь об этой профессии с каждым днем, даже работая вот уже сколько, 20 с лишним лет, все равно каждый день получаешь новое знание, что-то узнаешь новое, и поэтому профессия становится тебе ближе и близко. В средневековой Руси одновременно сосуществовали православная педагогика, опирающиеся на духовно-нравственные ориентиры, и народная, помогающая процессу социализации в быту и профессиональной подготовке. Революционным было создание в 863 году первого русского алфавита глаголицы, братьями-монахами Кириллом и Мефодием. Их ученики преобразуют глаголицу в кириллицу. Таким образом были заложены основы славянской письменности, литературы, философии и богословия. И, конечно, педагогики. И с тех пор все учителя, воспитатели и педагоги стали понимать, что просвещение не просто наука, а призвание. Призвание давать детям лучшие свои качества, знания и любовь. Очень давало в нас много участия в педучилище. Это наш классный руководитель Кычина Валентина Андреевна. Далее у нас был педагог, великолепный педагог. И пока первый год у нас был директором Истомина Ульяна Аполлоновна. Дальше, потом у нас стал директором в училище, но также уделяло нам огромное внимание. Это Саблина Елена Сергеевна. Вот этим педагогам, конечно, хотелось бы где-то быть и взять от них частичку, как они к нам относились, как к студентам. Но они же с нами ходили как с детьми своими. И учили нас не только, как правильно нам преподавать, но и жизни нас учили. Вплоть до советских времен учителя делились на социальные классы, как и все общество в целом. А именно, положение их определялось верхушками власти. Народный учитель считался низшей ступенью, как и тот слой, чьим воспитанием он занимался – крестьян или трудящихся. Самое широкое распространение получили церковно-приходские школы и гимназии. В высших слоях общества детское образование оставалось частным. Ну, наверное, пошло от гувернанток, которые были раньше нанимали, наверное, для воспитания, для занятий с детьми. Так оттуда и пошло. При советской власти в профессии произошли существенные изменения. Основой педагогики стала идеологическая обработка юного поколения в духе коммунистических идей. Главным – воспитание человека как маленького винтика гигантского механизма. Вместе с тем прививались гуманистические идеи справедливости, честности, доброты. Без любви дети учить это быть не может. Этот педагогический постулат был и остается самым главным во всей воспитательной системе всех стран и всех народов. Несмотря на то, что проблемы у педагогов в разные времена различные, и в современной системе школьного образования их немало. Основная компетенция успешного учителя, независимо от преподаваемой дисциплины и аудитории, это эффективная коммуникация. Именно она позволяет донести знания, мотивировать к труду, управлять конфликтами в коллективе. На втором месте – отличное знание предмета. На третьем – терпение, терпение и еще раз терпение. Людям неуравновешенным, неорганизованным и эгоистичным путь в профессию просто заказан. И хотя труд учителя до сих пор недооценен в материальном смысле, люди с призванием не представляют себя вне школы. Они идут сюда, чтобы отдать свои знания и любовь детям, и дети отвечают им тем же. Мы идут сюда, чтобы отдать свои знания и любовь детям, и дети отвечают им тем же.